Нет, я не ушёл в Fortnite, как и не ушёл в Diablo, об этом уже не раз говорил в своих недавних видосах, но всё ещё вижу странные комментарии на этот счёт, так что закрепим. Это видео по Fortnite может стать единственным на канале. На данный момент есть только одна игра, по которой я готов делать регулярный контент. И это всё ещё Destiny 2. Это видео с моими личными ощущениями и впечатлениями от одной из самых популярных игр последнего десятилетия, которую я практически игнорировал, а по факту недооценивал. Но этим летом я провёл в ней больше времени, чем в Destiny, и мне кажется странным отказать себе в том, чтобы рассказать об этом на своём канале. Тем более, что под моим последним разговорным видео многие отметили в комментариях, что тоже играют в эту игру, а другим интересно просто послушать мои рассуждения по теме. Так что, если и тебе интересно, устраивайся поудобнее, жми лайк и добро пожаловать. Ну а если нет, то прежде чем закрыть видос, хотя бы напиши комментарий, почему лично тебе не нравится главный проект эпиков. Мне правда будет интересно почитать все мнения. Сайт работает давно, на видах в ассортименте появляется всё больше и больше, а цены становятся только доступнее. Теперь на двинке есть всё, чтобы обеспечить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду TripleVipe мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну ещё бы! Проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Fortnite это такая мультяшная игра для детей с токсичным или странным комьюнити, которая держится на фриках-стримерах и сплошь пропитана донатом, который при том незрелой аудитории из кошельков их родителей тянется. Если это описание игры это примерно то, что сейчас сидит в твоей голове, то нет, спорить я не стану, переубеждать особо тоже. Во-первых, это утверждение отчасти правильное, а во-вторых, ещё несколько месяцев назад я жил с таким же примерно отношением к игре. Но то, что я увидел и ощутил в игре сейчас, обернулось для меня таким разрывом шаблона, что стало чуть ли не лучшим игровым опытом, который у меня был за последние годы так 3 или 4. Если честно, за всё время популярности игры у меня было несколько попыток играть в Fortnite. На релизе, когда там ещё не было батл-рояля, а был этот странный зомби-мод со стройкой, который есть и сейчас, но его надо покупать отдельно. Потом на запуске королевской битвы пробовал, ну и пару раз ещё, кажется, рыпался, но всегда в итоге не успевал зацепиться за игру. То меня стройка отпугнёт, то было сложно перебороть предвзятость к мультяшному визуалу, ну вот не шло. Я всё же предпочитал какие-то более серьёзные игры, и в списке любимых игр у меня обычно вот такое вот всё мрачное, тёмное и серьёзное. Ну куда там форточки? Однако интересом к игре я всё же каким-то, но проникался. Наверное, именно с проектной точки зрения. Я читал некоторые новости об игре, мне попадались материалы о коллаборациях и разных акциях с разными другими проектами, в том числе с моими любимыми фильмами или вселенными. И всегда было такое, знаете, чувство, что я что-то упускаю словно. Особенно, когда речь заходила о том, какая игра-сервис на текущий момент самая сильная, и в кандидаты ставилась Destiny 2 и Fortnite. Кажется, так было даже на одной из Game Awards пару-тройку лет назад. Странное сравнение. Но так вот, было чувство упущения в том, что я видел, что есть такая игра, в которой постоянно что-то появляется новое, интересное, которая жёстко умеет, как никто, вне токсичный маркетинг и комьюнити, которая, кажется, всё же не ограничивается малолетними инженерами. Среди моих знакомых всё чаще встречались те, кто играл в Fortnite более или менее постоянно, или выкладывал в Twitter задорные танцы персонажей из любимых вселенных в лобби. Но наиболее сформировалась эта мысль у меня ещё во время пандемии, когда в Fortnite проводились концерты и диджей-сеты от Дэд Маус и Стив Аоки. Тогда это был очень странный формат лайф-ивента, и я специально скачивал игру, чтобы посмотреть выступление. Я подумал тогда, блин, это ведь круто. Игра даёт такие возможности для какого-то социального взаимодействия, в ней есть вообще какие-то ограничения для игроков. И что ж, как я вижу на момент 23-го года, нет, в игре нет ограничений для того, кто играет, как играет, сколько и с кем. И в этом её главная исключительность. Оказывается, эта мультиплатформенная игра не для тех, кому нравится жанр королевской битвы, а игра в целом для фанатов поп-культуры всех возрастов, для любителей всех жанров и всех видов геймплея. Игра не говорит мне, как играть, она не ограничивает меня искусственно, прикрываясь тем, что я тут пытаюсь в баланс, так что ты его не ломай. Она даёт такой набор разнообразных механик и простор к их применению, притом не скармливая их тебе с ложечки, что это и создаёт суть азарта и соревновательности. Но давайте всё же попробую по порядку. Матчмейкинг в игре продолжает меня удивлять, даже после того, как я наиграл часов 40 или больше. Сначала игра закидывает вас против таких же новичков в перемешку с ботами, чтобы вы в актуальном геймплее, без скучного обучения, прочувствовали поведение игры и ни в коем случае при этом не наткнулись на тех, кто играет значительно лучше. Окей, это первые игры, но что потом? Как я сказал, вот я наиграл несколько десятков часов, а каждый матч до сих пор не вызывает у меня какого-то агро или злости даже тогда, когда я проигрываю. Например, на неделе вот была история, когда я набил стрик из трёх побед в Королевской битве подряд, запустил новую игру, волновался, не хотелось проиграть, знаете, хотелось продлить победную серию. В итоге, когда на карте осталось менее пяти человек, а меня прижали в ой какой непростой ситуации, я всё равно продолжал как-то грызть игру и в итоге на супер тоненького взял четвёртую корону к ряду и эмоции это дарит просто невероятные. Но вся магия в том, что даже тогда, когда я так же на тоненького не дотягиваю до победы, я не трачу драгоценных нервных клеток, не проклинаю оппонента, не пытаюсь оправдать себя чем-то внешним, потому что знаю, где я ошибся, где я промазал, где не учёл какие-то особенности механик. И знаю, и верю, что игра позаботилась о том, чтобы каждый из ста противников на карте максимально был близок мне по скилу, чтобы я не заскучал, и чтобы при этом не улетел в тильт, чтобы побеждая, я всегда учился новому. Это для меня абсолютно исключительный опыт, с которым я не сталкивался ни в Destiny, которая вообще вертит подбор игроков как хочет, ни в Apex, где я нет-нет, но натыкался на каких-то супер решал, и проиграв просто поджимал губы, разводил руками, типа ну охереть как он стреляет, что я мог сделать. И вот очень ценно это для меня. Это тот самый приятный игровой опыт, который я хочу применять на себя, чтобы получать удовольствие, и не скатываясь при этом в гиперказуальность. Кстати, тот винстрик я прервал, просто упав с дерева. Классно, да. Сражения в форточке разворачиваются не просто на карте для батл рояля, а я бы сказал в открытом живом мире, с ивентами, фауной, различными биомами и разного толка NPC, которые могут или продать тебе что-то, или которых можно попробовать ограбить, или вовсе которых можно завербовать себе в помощники. То есть ты оказываешься именно что в открытом мире, в котором разворачивается глобальный ивент под названием Королевская битва. Механик этот мир представляет такое множество, что другая студия могла бы разрезать их на пару лет сезонных активностей. Да, тут тебе и рыбалка на рыбу, которая восстановит здоровье и щиты, и возможность катать гигантский снежный ком, в котором можно быстро скатиться с горы, и полёты на потоках ветра для ускорения, и захват точек ради ценного лута, и ограбление каких-то банд, с которых ты получаешь доступ к сейфу с самыми крутыми пушками и предметами. А ещё от сезона к сезону докидывают разные дополнительные механики. Полёты на паутине, как у Спайдермена, полёты на УПМ из атаки Титанов, ездовые динозавры с тепловым зрением, прыжки по лианам, изучение силы в школе джедаев. Список можно продолжать бесконечно, и это только при том, что я успел увидеть за пару месяцев. А ведь с каждым сезоном одни фишки и способности меняются на другие. Разработчики убирают часть контента и заменяют его на новый. Заменяют на не просто равнозначный, но на такой, который будет интересно совершенствовать твой геймплей, и который захочется изучать и применять для того, чтобы одерживать победу по-новому. Да и вырезание контента не ощущается паршиво, как сами знаете опять же где. Потому что это бесплатная игра, без платного геймплейного контента. Всё вырезанное может вернуться в новом виде под разные ивенты. А может и нет, всё равно никто не обидится. Но благодаря такому жонглированию контентом, игра всегда остаётся свежей для тех, кто играет много, а новички не натыкаются на ситуации, в которых противники переигрывают их за счёт того, что владеют какими-то механиками лучше за месяцы тренировок и игры. Так вот, к примеру, появляется в сезоне какое-нибудь оружие или способность? И ты думаешь, ну нет, это какая-то имба. Слишком сильная штуковина, как же я буду в следующем сезоне играть, если сейчас к ней привыкну? Ну вот переходит в игру новая фича, и ты видишь, о нет, то не было имбой, вот это вот да. Ну и так далее, потому что способности супер точно проработаны и уравновешены. Невидимость, полёты, тепловизоры, ВХ-пистолеты, разрушающие всё и вся пушки, световые мечи, всё это кажется мощной имбой, пока не начнёшь играть против них и сам не найдёшь способы их контрить. И делаешь причём-то это с интересом, словно подбираешь ключ к сейфу с чем-то ценным, а не с настроением, ну этот ублюдок только и может стрелять с такой-то пушки, потому что она имба. Подруг без неё бы он не победил меня. Я не знаю, такого рода баланс ощущается, как что-то по-хорошему не современное, старомодное, и напоминает, знаете, квейк, может быть, как бы ни странно это не звучало, в котором было фаново играть, и который при этом был, ой, каким скиллозависимым. Так вот и тут, у игры просто миллион возможностей, но при этом она умудряется удержать баланс, интерес, а зависимость от скилла растит в тебе органически, не сталкивая в лоб против монстров в киберспортивных креслах. Удивительно, ребят, просто бесконечно удивляюсь. Если ты новый игрок, и вот всё вышесказанное тебя также, допустим, захватывает, но ты всё ещё ждёшь подвоха, где ты рассчитываешь наткнуться на него? Правильно, в монетизации. Чуваки, ну давайте поговорим о монетизации. Fortnite прошла большой путь, и кажется, даже в этом дала такого леща всем гигантам онлайн-шутеров, что игнорировать это невозможно, потому что в одной из крупнейших фри-то-плей игр нет неэтичной монетизации вообще. Тут когда-то были лудбоксы, которые убрали, тут есть батл пасс, а точнее их даже несколько, и они играют для любого типа игроков, если можно так сказать. Бесплатный пропуск сезона, платный пропуск сезона, дополнительные сезонники поменьше со всякими коллаборациями или темами. Но покупать их тебя никто не обязывает, и я бы даже сказал, не особо-то призывает. Скажем так, однажды скипнув первое предложение купить новый батл пасс, игра вам не будет стучать в дверь после каждой катки, или не дай бог напоминать во время геймплея, что что-то вам доступно только после покупки пропуска. Каждый сезон добавляет в игру вагон механик и контента, и он доступен всем и сразу. Более того, это смешно, но даже не купив сезонник, и забирая только бесплатные награды, вам даже несколько раз позволят бесплатно забрать донатную валюту. Не софту, а именно хард валюту, которая идет на покупку скинчиков или тех же батл пассов. Вообще, баланс валюты это отдельная тема, потому что благодаря ей, купленный сезонный пропуск не просто окупается так, чтобы позволить вам, не донатив дополнительно купить следующий сезон, но еще и оставит вас в плюсе. Я именно так и сделал. Покупал прошлый сезонник, плюс маленький дополнительный посвященный атаке титанов, ну и еще один по Звездным Войнам, не об этом сейчас, и закрыв их, у меня была на Аке валюта в баксах, на которую я мог купить летний батл пасс. Но он мне не понравился, награды мне показались неинтересными, и в итоге этот сезон я играю без него, а часть валюты потратил, ну, на скины, да. Их тут просто каких угодно. Любишь аниме? Пожалуйста, полно скинов. Любишь что-то помрачнее? Ну, у нас тут есть Думгай и Айзек из Dead Space. Хочешь собрать набор из бесконечных скинов персонажей Марвел? Что ж, есть, конечно, на любой вкус. Не знаю, как перед этим устоять, вы вот честно, и разве вот что факт того, что в магазин эпики добавляют так много крутых скинов, и ловить их нужно, чекая витрины ежедневно, единственный момент, который может смутить тех, кто очень хочет играть за, не знаю, любимого персонажа, но донатить не готов. Поскольку игра все же от третьего лица, можно сказать, что и правда важно, как выглядит твой персонаж. Хочется видеть что-то красивое, ну, или знакомое. И вот вся эта возможность играть за абсолютно кого угодно очень подкупает. Это отличная, опять же, с точки зрения монетизации стратегия. Вроде в видосе у Дрю была мысль о том, что игра очень близка к фильму первому игроку приготовиться, на видеоигровых полях которого сталкивались персонажи из различных гиковских вселенных. Очень понравилась, просто аналогия эта. В прошлом году вот и Дестине 2 объявляла о коллаборации с Фортнайт. Вы помните, что в Дестине появился автобус из Фортнайт, а Тесс Эверис продавала комплекты брони, вдохновленные персонажами форточки. В самой игре эпиков, параллельно с этим, появились персонажи из Дестине. Завала, Икора и Экзо незнакомка со всякими атрибутами вроде призраков и сперрол. Но меня особенно удивляет и цепляет то, как эпики презентуют каждый такой коллаб. Например, в трейлере к набору персонажей Дестине показали сценку около Лут Кейва. Игрок Фортнайт вряд ли поймет, что здесь происходит. Но игроку Дестине такое точно западает в душу, ведь мы видим что-то до боли знакомое, такая отсылка, но уже в рамках другой игры. Прикольно, по-моему. Еще, кстати, в Фортнайт завезли карту Джавелин из Дестине 2 во всех подробностях и деталях перенесли с помощью редактора. Прикрутили точки захвата, добавили даже ульты из Дестине. И это ой, как круто, только вот к моменту, когда я добрался поиграть на этой карте, она потеряла свою популярность, так что даже этот маленький кусочек Дестине в другой игре тоже мертв. А пока я делал этот видос, какой-то фан сделал с помощью все того же встроенного редактора Я запускал его в соло и получилось так себе, ну может быть соберемся, не знаю, с вами поиграть, когда я вернусь к стримам. С этим, кстати, в силах помочь на Бусти. Я в этом ролике опустил некоторые очень важные детали, просто чтобы это не скатывалось в обзор или в повторение других роликов, которые уже есть на YouTube. Например, не рассказал, как эпики развивают свое сообщество с помощью игрового редактора режимов и карт. По контенту, созданному игроками, можно сделать отдельный ролик, там совершенно потрясающие работы. Не сказал о том, как в игру внедряют революционные технологические обновления, которые Epic Games разрабатывают вроде Люмена. Об этом, обо всем можно узнать и послушать подробнее отдельно. Опять же. Все же, как я и сказал в начале, цель ролика была другая. Рассказать личную историю о том, как и за что я полюбил Fortnite. Игру, которую игнорировал, а временами даже презирал. Я не стану утверждать, что это лучший батл-рояль. Я частенько, например, залипал в Apex Legends пару лет назад, он мне нравился, но порог входа там выше, да и возможностей поменьше для вариативности игры. Колда мне тоже неинтересна Warzone из-за этого тестостеронового милитаризма, который мне не близок в целом, а в контексте сегодняшнего дня вообще как красный флаг. Я просто искал игру, которая меня увлечет, подарит мне яркие эмоции и не станет тыкать меня в какой-то хардкор, заставляя усомниться в том, что я вообще умею играть и получать удовольствие от соревновательных онлайн-игр. Мне нравится чувство развития по мере игры, нравится чувствовать, что я учусь чему-то новому, как игра меня за это поощряет, схожие эмоции я испытывал, когда играл в четвертую или пятую Forza Horizon, когда игра предлагает огромный простор в рамках, казалось бы, уже набившего оскомину жанра. Игра хочет, чтобы ты получал удовольствие не в загоне созданных условий, а просто так, как тебе удобно. Хочешь, строй, хочешь, играй в базовый батл рояль, хочешь, создавай сам свои режимы и присоединяйся к лучшим творениям сообщества. Я не знаю ни одной другой игры сервиса с подобным уровнем дружелюбия к игроку, которая при этом не жует за тебя и не скатывается в простоту. За оболочкой мультяшной графики огромное сокровище, которое захватывает именно геймплеем. Я сейчас жду новостей о марафоне, новой игре Банжи, которая своим жанром экстракшн шутер тоже ближе к батл роялю, но при том, похоже, ставит перед собой цель сделать угрюмый хардкорный жанр более дружелюбным, не лишая при этом челленджа. Ну, насколько можно сейчас об этом судить по превью. И я рад, что для этого в Банжи приходят сотрудники, работавшие над корсоставляющими фортнайт. Да, вот недавно буквально объявляли о присоединении одного из бывших фортнайтеров. Это вселяет надежду. Так что, если вы устали от всех игр, в которых проводили слишком много времени, ну, попробуйте. Чувство исследования и отказа от предрассудков правда может подарить вам удивительные новые эмоции. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Я буду рад почитать ваши комментарии. До связи.